Я хочу нашу сегодняшнюю вечернюю беседу начать с такой жизнеутверждающей фразы «Бог есть, Бог не был, Бог есть». Можно эту фразу принять с иронией, с недоумением, но я хотел бы, чтобы вы услышали, и ещё раз хочу повторить. Ведь Бог есть, Он не был. Он не остался две тысячи лет назад. Он не остался тогда, когда жили первые христиане, жили очень пламенно, когда они жили Его лицом к лицу. Он не остался в IV веке, когда святые отцы утверждали церковь, лепили её. Через понятие о Боге. Кто Он? Каков Он? Он не остался в X веке, когда жил преподобный Симеон Новый Богослов, и которому соотечественники тогда говорили, «Симеон, ты говоришь, слишком высоко. Может быть, ты повреждён. Времена вот такой пламенной веры прошли, и они оставились в I, во II, максимум, в IV веке. Симеон, мы живём уже в X веке. Всё это уже очень далеко. Его не понимали монахи, его же монастыря. И он был вынужден покинуть этот монастырь. В XIV веке Григорий, святитель Григорий Палама, спорит с учёным-богословом, что Бог — это не понятие отвлечённое. Бог — это Личность, с которой мы можем говорить, с которой мы можем строить свои отношения. И тогда этот учёный-богослов поднимает целую войну против афонских монахов. Но всё-таки истина побеждает. Я хочу сказать, Бог есть, Бог не был. Он не был, не остался во временах батюшки Серафима Соросского, который уже вот-вот близко к нам. Относительно первых христиан, относительно средних христиан. Преподобный батюшки Серафим жил вот совсем недавно. Может быть, вы помните фразу батюшки Серафима Соросского, который говорил, что благодать и помощь Божия, которая идёт в сторону каждого христианина, одна и та же, что была и в древности. То же самое сейчас. Всё дело в нашей нерешимости. Мы стали очень боязливы. Мы слишком много взвешиваем. Если бы апостолы, которым пришёл Христос на Геннесарецком озере, апостолы – это люди, имущество которых составляло всего лишь лодка и сети. Это было их пропитание. Это не были элементы роскоши. Это было буквально, вот ты поймал рыбу, значит, сегодня твоя семья что-то кушает. И вдруг к апостолам приходит Господь наш и говорит, оставьте лодку и сейте, следуйте за Мной. У них была такая решимость встать и пойти, и вследствие чего у них потом была великая благодать. Чем больше человек готов пожертвовать, тем больше он получит от Бога. Человек, который постоянно взвешивает, рассуждает, осторожничает, но он столько и получит. Батюшка Серафим Саровский совсем близко, но ведь есть еще ближе. Я обратил внимание, что в вашем монастыре, в вашем городе очень почитают преподобного Гаврилова Гебаза, грузинского святого. А ведь это совсем вот на вытянутую руку. Многие здесь могут считать себя его современниками. Он был жив, когда вы уже ходили в церковь. Это совсем близко. И поэтому мне иногда хочется христианам сказать, а может быть даже не сказать, а крикнуть, люди, Бог не был, Он есть. Пусть это вас как-то стрепенет, пусть это вас порадует, пусть для вас это будет нечаянная радость. Хотя, с другой стороны, печально, да, что мы, что мы христиане, говорим такие слова. Я часто привожу пример. Повторяюсь, наверное. Но Евангелие мы читаем тоже всю жизнь. Повторяем и повторяем один и тот же урок. Люди всегда жаждали Бога, люди всегда искали Бога. И вот в ветхозаветном отношении с Богом строились как с личностью, которая находится перед тобой. Помните слова Ветхого Завета? Авраам был праведен и ходил пред Богом. Исаак был праведен и ходил пред Богом. Вот это хождение пред Богом, которое стимулирует в человеке такой мистический страх, трепет, который страх заставляет его жить благочестиво, не нарушать заповеди Божии. Но это несовершенное состояние. Вспомните каждый из себя от исповеди к исповеди. Что нас заставляет пойти на исповедь? Страх и совесть. Страх, что все может пойти на смарку вся наша жизнь. А совесть это тот червячок, который точит сердце, не дает ему успокоиться. Но мы выходим с исповеди и опять начинаем то же самое. Искренне плачем, искренне исповедуемся, говорим «Господи, я правда больше не буду». И в очередной раз врём. Врём сами себе, врём священнику и врём Богу. В этом нет искренности? Нет. В этом есть искренность в наших словах. В этом нет силы, мистической силы, которая превозможит наши немогу. Если бы я сейчас попросил сказать поднять руки, кто хочет быть благочестивым, все бы подняли руки. А если бы я потом спросил, а кто может? Может быть несколько сумасшедших только. Каждый хочет и каждый не может, потому что одного хотения оказывается недостаточно. Нужна какая-то сверхъестественная сила, которая вдохновит и станет стержнем внутренним мужеством. и эта сила благодать Духа Святаго. Это не наша личная собственная сила, это не наша воля, не наша искренность, не наше упрянство, всего этого не хватает. Ко всему нашему нужно добавить еще со стороны Бога вот эту великую мистическую силу. И поэтому если в Ветхом Завете люди знали нравственный закон, знали Божий закон и старались ходить пред Богом, но это что-то изменяло в некоторой степени, но кардинально ничего не переворачивало в человечестве. И вдруг приходит Иисус Христос, Сын Божий. В чем чудо? Я говорю, как-то Рождество стало для нас каким-то таким сентиментальным событием. Мы воспринимаем Рождество сразу какими-то клише. Маленький младенчик, Богородица, тут оречки стоят, пастухи. И вот эта сентиментальность как бы нарушает величие момента. Мы перестали глубоко понимать, а что же там на самом деле произошло. Бог Творец Вселенной, который больше Вселенной, который не ограничен вообще ничем, его совершенства не ограничены. Вдруг ради того, чтобы стать ближе к человеку, чтобы стать частью человека, выходит из своего совершенства в ограниченность плоти человеческой. Он соединяется безграничной, не оформленной ничем. Вдруг он делает шаг навстречу человеку и входит внутрь человека, и отношения с Богом изменяются исхождение перед с нахождением внутри. Вдруг Бог становится личностью внутри человека. А даже еще можно глубже сказать, он становится не внутри меня, он становится частью меня. Апостол Павел говорит такие слова. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Он становится моим разумом, он становится моим сердцем, он становится моей волей. И вот его сверхъестественной силой я вдруг могу что-то переменить в этом мире внутри себя. Я могу поправить ту червоточину грехопадения, которую человечество не могло исправить пять с половиной тысяч лет до прихода Христа. Закон знали, знали, хотели исполнить, хотели, искренне, искренне, кто мог, никто не мог. Когда апостолы, находясь рядом с Господом, вдруг, вдруг понемногу, каждый день они начинают входить в тайну его смысла, который он принес, вдруг они понемногу начинают в эту глубину входить и один из апостолов вдруг восклицает в недоумении, да кто же может это понести, оно в нас не вмещается. И тогда Господь ему говорит, человеком это невозможно, Богу возможно все. Вот это главный принцип христианства. Христос принес нам не учения, Христос принес нам не заповеди, заповеди мы знали и учения мы знали. Христос принес самого себя каждому из нас в готовности войти внутрь каждого из нас. Это отчасти происходит с каждым из нас, когда мы на другие причащаемся. вдруг Христос входит в форму хлеба и вина своей причистой крови, своим телом и позволяет нам соединиться с ним даже на физическом уровне. Конечно, максимально это происходит в духовном формате, но даже на физическом уровне. Христос наполнил Свою Церковь благодатью Духа Святаго, которую через Таинство Церкви мы можем реально неиллюзорно черпать. Мы не всегда можем понять, а скорее всего, никогда не можем во всей полноте понять, что такое Таинство Церкви, потому что само слово Таинство предполагает что-то таинственное, мистическое, таинственное. Мы можем только иногда сказать, что Господи, я не понимаю, как это произошло, но я могу сказать, что мне сейчас очень хорошо. И это хорошо не по-земному, это нечто другое. Это не тепло, не холодно, не сыто, не уютно, это что-то другое. это что-то новое для меня, это новое событие для меня духовное, которого я раньше не знал. Но это очень реально. Если бы это было нереально, христианская религия умерла бы в первом веке. Иллюзии рассыпаются. Тем более иллюзии, которые проверяются смертью. Первые христиане каждый день были на грани смерти. Или отрекись, или смерть. Все бы это рассыпалось, если бы это было не объективно. Итак, вернусь к своей первой фразе. Дорогие мои христиане, Бог есть. Он не был, Он есть. Ура! знайте человеку вот в этой пустыне скорбей бесконечных знать, что у него есть Бог, тем более Бог, имя которому любовь. Это не восточные вот эти божества, которые все в черепах там с клыками. Мы когда были в Японии, снимали фильмы, вдруг подошли к буддийскому монастырю, и там в святых вратах, справа и слева, стоят два огромных черных беса, статуи. Мы говорим, а почему? Это нам сразу объяснили буддийские монахи. Это они нас спасают от темной силы. Темная сила спасает от темной силы. У нас ангела не спутаешь ни с кем. я вот своим сестрам в монастыре уже 10 лет пытаюсь привить культуру лаконичности. Я очень хочу их научить лаконичности. Вы знаете, что такое лаконийцы, кто такие? Рассказать вам? лаконийцы лаконийцы это древние спартанцы. Это вот 300 спартанцев, которые победили целую армию. Они воспитывали своих детей, оказывается, не только в воинском искусстве. Они их еще учили выражать свою мысль коротко и четко. мыслить так. Потому что для будущего воина, если ты думаешь длинно, тебя уже три раза убили. Ты должен мыслить коротко, четко, понятно, также выражать свою мысль. Дядь Сергей, хотела задать вам два вопроса. Попробуй лаконично. Хотела узнать такой момент. Как известно из ваших книг, из ваших бесед, молитва к Богу она должна быть максимально безобразной. И вопрос у меня такой. Когда мы говорим о Иисусовой молитве, мне это понятно, пытаюсь понять это. А когда мы говорим о молитве другой, не Иисусовой, например, мы читаем Солны или Сима веры, говорить об этом понимании безобразно сложно. Если позволите, второй вопрос. Как вам удается, если удается в этом мире суетном помнить о Боге всегда? Спасибо. Первый вопрос. Я часто говорю, что у святых отцов есть разделение понятий псалмопения и непосредственно молитва. Псалмопением святые отцы традиционно называют чтение псалтири, акафистов, канонов, чинопоследований. почему они непосредственно молитвой называют Иисусову молитву? Почему они делают разделение? Псалмопение имеет сложную структуру, смысловую. И оно включает логическое мышление, образное мышление. Я часто привожу один и тот же пример. Я буду читать слова на реках вавилонских, там оседоком и благохом, и у меня сразу рождается цепочка образного мышления. Я представляю израильтян, которые сидят на реках вавилонских, в вавилонском плену. Мой мозг рисует мне картинки эти. Это псалмопение, которое тоже нужно и которое тоже рождено Святым Духом. Но непосредственно молитва, я вот вам сейчас такие понятия, как есть молитва прошения, есть молитва покаяния, есть молитва благодарения. Всё то, что я перечислил, вы сейчас можете понять, да? Как бы это просто. А если я вам сейчас скажу, есть молитва соединения, и уже требуется толкование, да? О чём я говорю, как о молитве соединения? это молитва, в которой мы не обращаемся с просьбой, или с покаянием, или с чем-то. Это когда мы тесним Христа внутри себя. Это молитва соединения. Вот об этом говорит Иисусова молитва. в Иисусовой молитве происходит постоянно Иисусе, 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 Иисусе. Очень короткая фраза, одна и та же, которая не рождает цепочек мыслительных. И она помогает сохранить нам внимание, потому что всё, что имеет длинную структуру, оно не позволяет нам сосредоточиться внимательно. Эта структура Иисусовой молитвы очень короткая, одна и та же, но очень точная. В этой структуре молитвы сам Христос, Иисусе, 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 Иисусе. И если я говорю о молитве Иисусовой как о молитве соединения, мы должны по апостолу Павлу, как не я уже живу, а живёт во мне Христос, наша природа должна мистически соединиться с природой Бога. Это примерно то, что было в самом Иисусе Христе. Совершенный Бог и совершенный человек. Но природа Бога очень простая. Если бы он был сложной природы, он не был бы совершенным, потому что к любой сложности можно прибавить другую сложность. я сразу прошу прощения, если я буду говорить сложно, потому что меня спросили. Если ваши мозги будут ломаться, вы начните фантиками шуршать, там я пойму. Если бы природа Бога была сложной, он бы не мог быть совершенством, потому что в любую сложность можно прибавить и убавить. природа Бога совершенно проста. И поэтому, когда православный человек, занимающийся вот этой молитвой соединения, он пытается максимально упростить природу своего ума. Он начинает мыслить не длинными вот этими цепочками, а он вообще останавливает ум в одной теме, в одной личности. Только Иисусе, 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 больше ничего. Ни вправо, ни влево, я говорю, ни вправо, ни влево, святоотеческие, это святые отцы предполагают справа от ангела, слева от лукавого, ни хорошее, ни плохое. Только Иисусе, 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 Иисусе. Если люди занимаются этим долго, мудро, терпеливо всю жизнь, у них это начинает получаться, и у них Иисусство молитва выходит из формы слова в самую личность Христа. Когда ты сделал миллион раз это, у тебя это начинает происходить так примерно, что ты не слово теснишь в сердце, а ты говоришь Иисусе, и ты сразу переживаешь его самого. Иисусе, Иисусе, Иисусе. Конечно, я сейчас говорю сложные вещи, но они всегда были в православии. Православие это знало, практиковало. У нас раньше даже наша дореволюционная деревня практиковала Иисусову молитву. Люди некоторые были неграмотные, не могли читать тексты, но чёточку они могли всегда иметь. Ибо быть постоянно, сначала это происходило в хождении пред Богом, а чем больше человек теснил эту молитву внутрь себя, это переходило уже не в хождение пред Богом, а в соединение с самим Богом. Ещё раз прошу прощения за сложность. Отче, было ли у Вас общение с людьми с даром непрестанной молитвы, встречали ли Вы проживающих на территории бывшего СССР? Что Вы лично переживали в ходе общения с ними? Знаете, обычно святым людям чаще всего сопутствует скромность. и некоторые моменты остаются интимными. И поэтому мы не всегда можем в полной мере знать святого человека. Как мы можем каким-то одним общим впечатлением переживать вот этот человек не такой как все. Но детали внутренней его жизни духовной мы можем даже и не узнать в полной мере. Потому что святым людям всегда сопутствует скромность, даже в некоторой степени застенчивость. И они не всегда открывают себя. Конечно, я в своей священнической жизни искал всегда таких людей. И поэтому я очень много был на святой горе Афон и ездил к старцу Сафрония монастырь, ну, другие места. Мне всегда, знаете, вот иногда молодежь наша говорит, мы устали слушать о святых, покажите нам хотя бы одного. И тогда мы возревнуем, в нас что-то загорится. Но когда мы только слышим, слышим, но их не видим, наша вера начинает как-то приходить в сторону сомнения. А может быть, это только разговоры. Поэтому, конечно, мы ищем, мы должны искать. Поэтому мы ездим в паломничество. Мы пытаемся где-то вот нашей компании сегодняшней сейчас скажи, 30 километров отсюда появился какой-то удивительный человек, который пытается жить духовной жизнью. Завтра уже автобусы поедут. Но ажиотаж может быть и нездоровым, но все-таки это говорит о том, что в нас есть потребность, в нас есть эта жажда. мы устали слушать святых, дайте нам хоть одного. Но пусть он будет не святой, но пусть он хотя бы будет праведник, в духовном смысле. Или хотя бы пусть он поговорит с нами не о том, как поститься, не о внешних вещах. Я вот часто последнее время вспоминаю, может быть, уже кто-то слышал. Знаете, у меня недавно были протестанты в гостях, я вот их чаем пою, они у меня за столом сидят, я им начал рассказывать об Иисусовой молитве, о умном делании, и вдруг одна женщина говорит, стойте, стойте, отец Сергий, я не поняла, вы сейчас про православие говорите? Я говорю, да, это православие, это самое настоящее православие, но православие святоотеческое, не православие бабушек, традиции, обрядов, каких-то внешних действий. Так жили наши живут, есть, вот до конца времен будут святые люди. Дальше опять говорю об умном делании, она второй раз говорит, да я не пойму, это православие, говорю, да, это православие, а третий раз она встает и говорит, ой, можно я вас поцелую? Мне кажется, если бы она пришла вот в такое православие, она бы не ушла в протестантизм, потому что она потенциально наша была бы, к сожалению, мне иногда хочется залезть на девятиэтажку и кричать, люди, это не православие, православие, оно другое, оно глубокое, оно такое богатое, там всю жизнь изучишь, своим сёстрам в монастыре я иногда говорю, девчат, да духовная жизнь, это даже очень интересно, это очень интересно, духовная жизнь. конечно, мы ищем этих людей, но есть ещё одна деталь, даже если вам встретится такой человек, вот я вам из своего опыта скажу, перед таким человеком ты вдруг приходишь в смущение, тебе стыдно спрашивать его о нетварном свете, о непрестанной молитве, потому что ты боишься, что он тебе сейчас навстречу скажет, дорогой мой, а вот то, что ты уже знаешь, ты исполнил, ну зачем ты спрашиваешь больше, ну ты ведь первый класс не закончил, двоечник ты, а ты спрашиваешь, что ты уже из высшей математики, иди исполни то, что ты должен исполнить, потом придёшь и спросишь больше, и поэтому рядом с такими людьми бывает такая застенчивость, потому что, чтобы не ляпнуть какую-то глупость, и не оскорбить вот величие момента какой-то глупостью, и чтобы не услышать навстречу, ну зачем ты это спрашиваешь, ты же не делаешь элементарного, но, но рядом с такими людьми достаточно просто побыть, во-первых, тебе становится стыдно, но этот стыд, он, духовный стыд, никогда не растворён отчаянием, отчаяние это не от Святого Духа, духовный стыд, он всегда растворён надеждой на Бога, на Бога милующего, который готов тебя в тысячный раз простить, и поэтому этот стыд, он ещё растворён такой, знаете, лёгкой сладостью, и поэтому тебя теперь таким человеком во-первых, стыдно, но не отчаянно стыдно, а во-вторых, очень сладко, и ты говоришь, можно я просто постою рядом с вами, не отгоняйте меня, пожалуйста, но я пять минут рядом с вами постою, если получится прочитать мирянам и монахам своё молитвенное правило, то сколько молитв Иисусова желательно прочитать. Знаете, я думаю, я думаю, должно быть всё очень индивидуально, можно с благими намерениями наломать дров, если у вас сидит здесь там пятьсот человек, я сейчас начну рецепты раздавать всем одинаковые, духовник должен давать себе отчёт, ну, быть рассудительным, что у каждого разные возможности, разные уровни, наверное, чтобы кому-то какое-то правило дать, нужно немножко взвесить. По поводу молитвы, если апостол сказал такие слова, молитесь непрестанно, ну, наверное, это идеал, к которому мы должны стремиться. Я не говорю, что у нас у всех появится непрестанная, умная, внимательная молитва, но понуждение себя к молитве. Вот если мы опять говорим об Иисусовой молитве, обратите внимание, как у нас популярно Серафимово правило, батюшки Серафима. Почему оно популярно? Потому что мы его воспринимаем очень однобоко, выгодно для себя. Утром три раза отче наш, три раза Богородица, один раз верую, и вечером. Все это и займет три минуты, но пять. Какой добрый батюшка Серафим. Отдыхай, и потом все остальное время. Но почему-то мы пропустили самое главное, что между вот этим коротким утром и коротким вечером батюшка Серафим сказал, целый день читай, что? Иисусову молитву. Батюшка Серафим снисходил к немощам тех людей, которые тогда рядом жили с ним в то время. ведь для жизни и деятельности этих людей нужно было очень-очень много труда. Сейчас современный человек столько не трудится. Просто чтобы иметь пропитание нужно было очень много трудиться. И поэтому батюшка Серафим понимал, что псалмопение для них будет затруднительно в связи с тем, что они заняты постоянно трудом. И он дал им такое хорошее правило. Иисусова молитва может быть всегда и везде. А если вы к ней навыкнете, это просто привычка вторая натура. Хотела бы выразить вам огромную благодарность за создание фильма «Литургия», благодаря которому я познакомилась с вами в онлайн формате. Я сейчас делаю хоть я в православии с самого младенчества, но, наверное, первоосознанная шаги своей веры я делаю сейчас и не под родительским покровительством. И после просмотра фильма «Литургия» меня особенно трогает момент, когда вы рассказываете о детях-инвалидах. И, наверное, этот вопрос, в принципе, он такой широко распространённый о том, почему рождаются больные дети и в ответ постоянно слышишь, что они рождаются кому-то для того, чтобы родители сделали какие-то выводы и ещё для чего-то. Но хотелось бы услышать ваш ответ, в чём Божья справедливость, когда один человек рождается здоровым, а другой должен нести свой крест с тяжёлой болезнью. «Знаете, я вам сразу хочу сказать, я терпеть не могу, чтобы шаблонных ответов даже от духовенства, я сам священник, тем более, знаете, в такие ответственные моменты, когда тебе задают вопрос через великую скорбь, через чрезвычайную боль и вот просто ляпнуть что-то, чтобы дежурное слово, это очень жестоко и очень кощунственно даже. Я вам могу сказать свои отношения с Богом вот в этих вопросах. Я знаю болезнь детей, я знаю много, я могу сказать, что я не знаю ответа на все вопросы, но дальше что я хочу вам сказать, а мне и не нужны ответы на все вопросы. Когда у тебя с Богом состоялись отношения, просто ты Ему доверился, ну вот раз и навсегда. И эти отношения не требуют ответа на каждый вопрос. Он бы мог мне навстречу сказать, ты мне не доверяешь? Вот как я его дергаю за рукав, а почему мы идем туда, а не сюда, а почему мы сейчас свернули, а почему мы сделали это? Он бы мог мне сказать навстречу, ты доверился мне, иди за мной. Я не знаю ответа на все эти вопросы, хотя эти вопросы есть у меня, а с другой стороны у меня их нет. Я очень много провел ночей, когда мои дети были в реанимации. Очень много у меня было в жизни ночей, когда я не знал, будет утром у моего ребенка или нет. я как священник для меня самая тяжелая треба это отпевание младенцев. Вот поверьте мне, я из машины не хочу выходить, когда меня туда привозят. Самые страшные треба для меня было, когда младенца убил маньяк жесточайшим образом. И меня везут к этим родителям и говорят, батюшка, вы сейчас должны их утешить и все объяснить. Господи, там бы не скочувствовать дежурным словом, что там можно объяснить. Меня спасло только то, что когда я зашел, там были полупапа и полумама. В каком смысле? Величина скорби была такой силой, что у них сознание притупилось. Они были как пьяные. И когда я отпел этого младенца, сам в таком же состоянии. Единственное, что я мог им сказать, ваш ребенок сейчас там, где нет маньяков, где не убивают детей, не насилуют женщин, где нет болезней, ваш ребенок сейчас там, и все, больше я ничего не смог сказать. иногда лучше ничего не говорить, чем сказать какую-то глупость. Мы не можем знать ответы на все вопросы, но мы можем подумать сами для себя, но не дьявол же правит миром, о Бог. И если в этом, в истории этого мира есть какие-то очень трагические моменты, но почему-то как-то они входят в его промысл. Я не могу их изменить, я не могу докопаться до сути, но я могу просто ему довериться. Вот поверьте мне, это из опыта. Это не убирает боль совсем, но это растворяет вот эту крайнюю боль теплотой надежды, что человек создан в формате времени и пространства, а Бог находится вне времени. И человек оценивает ситуацию всегда по одной точке временной. есть линия времени, линия жизни, а человек всегда выхватывает из этой линии вот сиюминутную точку, а Бог смотрит сразу на весь отрезок, на прошлое, на нынешнее и на будущее. И его смысл завязан во всей этой линии. А мы всегда смотрим вот точечно. я еще что в конце могу сказать на эту тему. Это всегда было и, наверное, будет, и нам придется это терпеть. Но если бы не было Бога, вот лично меня бы жизнь уже сломала. Я бы просто отчаялся. Меня держит только то, что есть Бог, просто не в которого я верю, а которому я пытаюсь верить, что в конце все будет хорошо. У меня в мае месяце сыну сделали операцию, пересадили одновременно поджелудочную почку. Представляете, какая сложнейшая операция? Мы этой операции ждали полтора года. Месяц ждем, два ждем, полгода ждем, год ждем. И, конечно, могут приходить помыслы, но мы же молимся, почему, как, что, что. Но теперь, оглядываясь назад, по конечному результату, я могу сказать, Господи, я бы еще подождал, только бы вот, вот, слава Богу, что сейчас все получилось. Представляете, пересаживают, сложнейшая операция, пересаживают все, то, что мы ждали, и вдруг, через 10 дней у него начинается отторжение органов. Это отчаяние такой чрезвычайной силы, и у меня, и у него. Вы представляете, ребенок хватался за жизнь, и вот он ее, эту ниточку, ухватил. Он ее ухватил, и вдруг она начинает у него просказку сквозь пальцы, начинается отторжение органов. И когда я говорю с ним по телефону, он говорит, пап, у меня такое тщание, я даже молиться не могу. Единственное, что я могу сказать, что я не обиделся на Бога. Я говорю, сынок, а больше ничего не надо. Тебе даже молиться не надо. Твоя боль, это твоя молитва. то, что ты не обиделся на Бога, не разочаровался в нем. Как некоторые плюют вверх туда, в небо, но высоко ты плюнешь, на тебя же вернется потом. Давайте следующее. Господи Иисусе Христе, по-моему, вы меня знаете, потому что вопросы такие задаете, что наверное, мы уже с вами общались. Батюшка, расскажите поподробнее, что такое точка покаяния. читали вы Силана Афонского книги? Много кто читал? Помните его ключевую духовную фразу? Стоя на краю ада и не отчаивайся. Что такое стояние на краю ада? Это вот, когда у тебя уже из-под ног камушки посыпались туда в пропасть. человек пока не дойдет до грани вот очень-очень глубоко не дойдет до грани разочарования в самом себе. Это разочарование на грани отчаяния должно уже быть. вот легкое разочарование это не подходит. Это не работает. Почему Господь вот мы пришли на исповедь покаялись и Господь не снял с нас сразу все грехи и больше у нас нет предрасположенности. Он оставляет вот эту болезнь чтобы мы дошли до глубины понимания насколько глубоко мы больны. пока больному будешь говорить ну немножко плохие анализы что-то не так что-то можно подровнять какой больной для какого больного грянет гром которому скажут слово рак все вот это гром завтра он не думает про пенсию завтра он не думает про смену машины про дачу про новое пальто он вообще ни о чем не думает он просыпается и ложится с одной и той же мыслью покаяние настоящее должно дойти до такой глубины когда человека содрогнуло и он понял что это не шутки это что-то чрезвычайно серьезное это катастрофа но кто-то примитивно может понять что я в ад попаду у кого какие-то отношения уже с Богом есть и уже в сторону Христа есть любовь у него может прийти понимание того что я могу его потерять я могу его потерять навсегда и у нас больше с ним не будет отношений это катастрофа вот эта точка покаяния самое 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 глубокое осознание своей греховности когда вот ты просто понимаешь что ты достоин ада уже камушки полетели от этой точки только начинается настоящее покаяние то есть изменение кому нужен доктор больному кому нужна помощь у того кого болит кому нужен спаситель тому кто погибает ему нужен спаситель или какие-то психологические разгорячения. Бог приходит в этот мир, Иисус Христос, и основывает Церковь в определённом формате. Он её оформляет, чтобы она была отчерчена определённо. Если Церковь не будет оформлена, каждый может кто-то отлить золотого тельца, кто-то поставить деревянного истукана, кто на что гораст. И каждый скажет, это мой Бог. Но это не будет Бог, это будет идол. Это творение твоего воспалённого разума. И поэтому Богу, чтобы нарушить человечество, творение идолов, Бог строит Церковь определённую, оформленную, и наполняет благодатью Церковь, а не просто каждого человека, в меру его испорченности или талантливости. И наполняет Церковь таинствами. Почему Бог дал сочетание с собой в виде крови, тела и крови? Но Он так определил и так дал. Мы просто пользуемся, мы с Ним не спорим, мы не задаём вопросов. Хочешь, иди, бери. Знаете, обычно людям, у которых Бог там внутри, обычно им сопутствует очень большая гордость. Ну как пережить такую чрезвычайность свою личную, когда Бог у меня внутри? И такому человеку очень трудно что-то сказать, потому что для него авторитет есть один, это он сам. Он и Бог у него внутри. Гордому человеку. Поэтому, наверное, будет правильнее помолиться за него и не провоцировать конфликт, потому что в этом конфликте он может начать бросать хульные фразы, которые оскорбят Духа Святого. Хотя бы это не провоцируем, просто помолимся за него. Господи. Отец Сергий, у меня такой вопрос касательно молитвы за ближних. Апостол Иоанн говорит, что кто видит брата, согрешающего не к смерти, домолится, и Бог даст ему жизнь. Какие грехи к смерти, за кого надо молиться, за кого нет? И, ну, второе вопрос, это надо ли молиться за тех, кто пребывает в состоянии обиды на Бога, ропота, недовольства жизнью? Прости, Господи. Да все очень просто. Ставьте на это место своего ребенка. Можете вы за него не молиться. Как бы далеко он не ушел от Бога. Пока это в формате философии мы можем рассуждать, будем молиться, не будем, положено, не положено. Ставьте на это место самого близкого вам человека. А вообще-то, в принципе, это по замыслу Божию. каждый человек должен должен стать нам ближним. Конечно, мы должны молиться. Можем молиться, обязаны молиться. если человек пребывает в состоянии ропота на Бога, я буду молиться, что Господь его вразумил, чтобы у него прошел ропот. Но, опять же, я говорю, проведите все эти линии через самого дорогого вам человека, и вы получите ответ. Ваше сердце не сможет не молиться. Другое дело, что человек, ушедший из церкви, он вышел из тела церкви, и мы не можем на проскомедии его поминать и опускать в чашу, потому что в чашу в конце литургии, священник, а мы, Господи, грехи поминавшиеся, здесь кровью Твою, честное, члено в церкви. Вот в чашу в конце литургии находится вся церковь. Там лежит частица, частица, тело Христово, часть за Богородицу вынимается на проскомедии, святые вынимаются, а здравие за упокой, но это все тело церкви. И если человек сознательно вышел из церкви, мы не можем насильно его туда. Но молиться, чтобы он вернулся к церкви, и тогда мы сможем уже за него частичку. Это мы не можем, а должны. Мы не можем не молиться. А можно в дополнение вот к этому вопросу, говорят, молиться, вот молиться. А какие молитвы читать? Или просто своими словами как-то говорить, Господи, приведи, вот и образуми. Или есть вы все-таки посоветуете, какие молитвы читать от этих людей? А просто говорят, вы молитесь. А вот как? Знаете, я вот сейчас с чего бы начал? Наверное, главная проблема в том, что мы, в принципе, не умеем молиться. Мы умеем читать по книжечкам тексты, акафисты, каноны, но лично для себя я определил, что для меня лично это не молитва, это чтение. вот я как-то понимаю, что молитва это нечто более глубокое. Вот у Иоанна Кронштадтского это, наверное, было другой природы, у батюшки Серафима Саровского. Но пока мы не умеем так молиться, как батюшка Серафим, будем молиться, это не повод, чтобы вообще не молиться. Будем, как умеем. И акафисты, будем считать, и каноны, и поклончик можно положить. И своими словами сказать, Господи, я так переживаю за свое чадо, помоги ему. Неужели Бог не понимает таких простых слов? Если даже мы понимаем, Бог-то тем более. есть ли отличие от человека, отличие человека к угодию от Божьего дела? Ну, в человеку угодию всегда есть корысть, а Божье дело, оно бескорыстно. Мне кажется так. Как вы думаете? Человеку угодию, оно всегда подразумевает какую-то корысть. червоточинка в этом есть. А когда ты угождаешь человеку ради заповеди о любви, ты не предполагаешь ничего получить взамен. Ты просто делаешь так, потому что тебя Бог попросил. Ты любишь Бога. И Он говорит, пожалуйста, я тебя прошу, ты же мое чадо, слушайся, сделай так. Это не человеку угодию, это Богу угодию. Но Богу угождать не грех. Пусть это будет вот так. А человеку угодию, оно, я думаю, всегда предполагает какую-то корысть. И оно некрасиво. Первое, хочу поблагодарить вас тоже вот за ваш фильм «Литургия». до слез. Вот правда. И очень такой искренний фильм. И вы очень искренний человек, чувствуется, что вы говорите то, что у вас на сердце. И я очень благодарен, да, что вот... вы говорите, говорите. Но, да, вопрос у меня, я не понял ваш фильм «Возвращайся». вы ездили в Японию. Какая была цель этого фильма? Почему нужно было ехать именно в Японию? Потому что, ну, я так понимал, что вы, наверное, пытались понять людей, которые перешли в буддизм или в другие какие-то такие восточные религии, но они в принципе в России много буддистов можно было посетить какие-то, наверное, там. У меня просто была возможность, я ей воспользовался. А фильм? Вот этот цель снятия этого фильма? Вы всегда, наверняка, ну, как художник, вы планируете какую-то работу и задумываетесь вот при просмотре, что вызовет, какие чувства у зрителя, да? Вот что вы думали, когда с ней делали этот фильм? Вот я не понял, честно, вот этот фильм. Простите. Слава Богу, слава Богу. Мне было бы тревожнее, если бы все поняли, потому что все-таки, ну, все-таки я там вопросы такие, ну, сложные поднимаю, богословские. Это не просто фильм баломничества или там исторический фильм, культурный. Все-таки я поднимаю там вопросы православной мистики, в апологии мистики восточный. Почему он называется «Возвращайтесь»? Ну, это очень просто, это, знаете, я с печалью обращаю внимание, что мы теряем самую талантливую часть нашего населения, духовно талантливую. Мы, это не они от нас уходят, это мы, это вот в первую очередь к нам, к священникам, это мы их теряем, потому что у человека от создания заложена жажда мистического. Бог это область мистики, это нерациональная область. И вот жажда Бога, жажда мистики в человеке заложена вот в интуиции. Нет такого народа на земле, который бы не искал Бога. Пусть это будет в самых уродливых формах, но все народы всегда искали Бога, потому что это в нас заложено. И вот эта часть нашей интеллигенции, большая часть интеллигенции, ими движет жажда, жажда мистики, жажда не поговорить о Боге, а жажда как-то прикоснуться к этой теме. Я говорю, мы устали слушать о Боге, дайте нам как-то к Нему прикоснуться. И вдруг они, не получая это в православии, вернее, от нас получая только этическую часть, культурную, какую-то обрядовую, они даже не предполагают, что у нас в православии все это есть, и уходят туда, на сторону далечия, в традицию медитации буддийские. и поэтому там этот призыв звучит, возвращайтесь к этим людям, попробуйте вернуться, я вам расскажу, что в православии есть эта глубина, просто почему-то сейчас ее стали бояться, о ней не говорят, и создается впечатление, что у нас этого нет. я вам очень благодарен за искренность, что вы сказали, что не поняли. Я не расстроился, потому что знаете, я отдаю себе отчет, что когда перед тобой стоит задача говорить о чем-то очень высоком, ты должен отдавать себе отчет, что ты не сможешь на сто процентов эту задачу выполнить. Но это мания величия. И поэтому в какой мере у меня это получилось, я постарался это сделать, но совершенно, конечно, я этого не могу сделать. Второй вопрос. Второй вопрос. Вот я недавно запись слушал старую, все знают, Дмитрий Смирнов, протеерия приступающего. И вот вопрос такой, он говорит, смиренный человек подошел к окну, увидел термоядерная война, он знатно полят, ну и закрыл окно, отошел. Вот я пытаюсь разобраться, что такое смирение, для меня такой вариант смирения, это какое-то безразличие, как будто бы, человеку как будто бы все равно, что война, ну ладно, война и война, ничего, ну, то есть, вот можете мне объяснить, вот, я не могу понять, что такое смирение? Знаете, смирение, я часто говорю, смирение это динамика, это не статика, поэтому настоящее смирение не может быть пассивным, настоящее духовное смирение требует от человека исправления ситуации, он разочарован в самом себе, он разочарован в ситуации, но он поэтому и пытается что-то сделать, а вот смирение от лукавого, оно, лукавый, он всегда старается проблему гипертрофировать и ввести в какие-то патологические состояния, беспокойство о своем несовершенстве он старается увести вот в крайнюю точку депрессии, так вот настоящее духовное смирение, которое от Святого Духа, оно динамично, оно заставляет человека что-то делать, тем более Бог говорит, я же терплю тебя еще сегодня, завтра, послезавтра, я даю тебе еще один день, пытайся что-то делать, я даю тебе церковь Божию, в которую ты можешь ходить и черпать вот это вдохновение, вдохновение, корень вдохновение, Дух Святой, мы все вот природу вдохновения понимаем, да, что такое вдохновение, все, руки опустились, полная апатия, безысходность какая-то и вдруг пришло вдохновение, да, это как жизнь, жизнь у тебя внутри, раз и как вот дуновение легкого ветерка, которое принесло тебе жизнь, вдохновение, мы в церкви должны черпать вдохновение, поэтому вот смирение, которое остановилось, это не смирение, это патологические состояния, которые усугубил сатана, вопрос, сейчас что-нибудь прочитаю, чувствую себя неполноценно из-за того, что не успеваю за информационными технологиями, как будто этот мир не для меня, хочется спокойной жизни в деревне, но нет возможности, но я не могу вам ничем помочь, если бы у меня был домик в деревне, я бы вам переписал, извините, что простите, я сразу прошу прощения, что я иронизирую, но я и над собой иронизирую, как в Грузии говорят, что если грузин над кем-то смеется, значит он смеется над собой, это не унизительно, это благородно, это чувство состояния благородной души, которая может и над самим собой поиронизировать, бывают ситуации, которые мы в жизни можем изменить, а бывают ситуации, которые мы не можем изменить, и которые нам нужно принять как данность и подстроиться под эту ситуацию, но это проза жизни, но ничего не поделаешь, и чем быстрее вы поймете, если действительно ситуация невозможна изменить, чем быстрее вы это поймете, тем быстрее вы начнете действовать под себя эту ситуацию вы начнете изменять, как-то с ней сосуществовать, есть вопросы? Низкий поклон, вам отец церкви, за ваше творчество, благодарность за фильмы ваши, проповеди. У меня очень короткий вопрос, верите ли вы нравственное возрождение, культурное России? Вот ваш фильм удивительный, да, возвращайтесь, ведь сейчас действительно есть таланты, бывшие люди в церкви есть, есть в культуре, но почему-то нету никакой социальной лестницы, чтобы как-то вот этот талант, действительно, то, что человек получил от Бога, да, смог реализовать в этой жизни. Я однажды своему другу сказал, если ты будешь постоянно в жизни искать справедливости, ты будешь в непрестанном отчаянии. Никогда вот в формате этого мира не будет рая на земле, вы должны это просто принять как факт. Никогда не будут все одинаково добрыми, никогда не будут все одинаково смиренными. И еще самое последнее, что я хочу сказать, вообще этот мир когда-то сгорит. Мы же знаем откровения Иоанна Богослова. Мы же знаем, что когда-то придет Антихрист. Когда-то мы были молодыми священниками, и вот эта тема Антихриста, она муссировалась еще с конца 80-х, начало 90-х, нам ее принесли протестанты с Америки. Это они как раньше очень сильно на эту тему. И мы как молодые священники тоже были все время озабочены этой темой. И к духовнику приехали и говорим, отче, а как Антихрист придет, не придет? И он нам такую простую вещь сказал, говорит, но если он не придет, как же Христос его победит? Да пусть придет. То, что будет страшно, да, но ведь кому-то будет страшно еще до прихода Антихриста. Ведь у кого-то будет неизлечимая болезнь еще до прихода Антихриста. Кто-то похоронит своего ребенка еще до прихода Антихриста. Муж закроет глаза своей жене. Друг придраст друга. Это будет еще и до прихода Антихриста. И мы православные люди должны просто трезво оценивать, что это но без этого не получится. Нельзя вот Господь говорит нам «Хочешь быть моим учеником? Бери крест, следуй за мной. Господи, а можно я без креста?» Знаете, что он вам ответит? «Можно, но только твой крест придется нести мне. Свой и твой. Можно без креста? А у Господа и так какой крест? Когда мне приходят иногда спрашивают, а как помолиться об этом, об этом, к какой иконе нужно подойти, чтобы о детях, о работе, о квартире, о чем-то?» Я говорю «Идите к распятию, посмотрите на его руки, ноги, на ребра и просите». Вот сколько сможете после этого просить просить, просить. Просите. Как много мы просим, но как в нашу сторону, но как редко мы говорим «Господи, можно я подержу твой крест?» «Я не могу долго, он меня раздавит, я ничтожество, ну хоть секунду, можно я поддержу твой крест?» Кто из вас часто молится такой молитвой? Мы ее боимся, эта молитва, потому что она страшная, действительно страшная, потому что это не игра, это не философия, это страшно, это ужасно. А я иногда говорю такие слова, что православие это больно, православие это страшно, потому что эта религия предлагает нам крест. Вот вопрос похожий, если можно кратко о православном видении происходящего в мире, война, раскол церкви, антихрист, времена отступления, и как вести себя православному человеку в связи с этим. Если вы будете заниматься проблемами мира, вы отвлечетесь от своих личных проблем, спасая и да спасят свою душу. Мы иногда настолько заняты переживанием за мир, а может быть нам стоило бы остановиться и несколько поклончиков за этот мир сделать. Но нам некогда, потому что мы переживаем и мы расстроены. Поэтому каждый в копилку мира может капнуть свою копеечку, свою личную. Не рассуждать, кто и что должен. А вот просто это... Я вчера приводил пример. У меня был такой случай. Я однажды сижу в автомобиле на обочине, стою, по телефону разговариваю, вдруг вижу по тротуару по снегу идет мужчина, и вдруг он как будто зашатался, так раз и упал и лежит. Я говорю по телефону, смотрю эту картину, тут люди проходят туда-сюда, он как лежал, так лежит. Но священнику нельзя. Встал, пошел, подхожу его поднимать, а он раз глаза открывает и говорит, а я притворился, я хотел проверить, подойдет кто-нибудь или нет. Вот ты один подошел, я завтра к тебе в церковь приду. можно много рассуждать, а много пойти хотя бы что-то сделать. Заранее, чтобы какое-то дело загубить, нужно поставить себе несбыточные какие-то планки, которые ты заранее не можешь сделать, попереживать за них, подзыхать и ничего не сделать. А можно пойти и что-то хотя бы элементарное сделать. Конечно, это бывает неблагодарно иногда, но каждый должен заняться самим собой. Потом, может быть, наш пример кого-то вдохновит. Оно действительно так. Правда же, вот в жизни видишь хороший пример, и он вдохновляет, и хочется подражать. Слово не так не зажигает, а вот настоящий живой пример зажигает. Поэтому я вас еще раз хочу разочаровать. Конец времен всеверна придет, и антихрист придет, вы с этим ничто не сделаете. как у нас один святой отец сказал, не покусись своей немощной рукой остановить течение реки. Она как текла, так и будет течь. Времена все равно пройдут. С другой стороны, святые отцы говорят, за правду прибавлю, за неправду убавлю. Будем жить благочестиво, господь может быть прибавит. Не будем жить благочестиво, а смысла нет прибавлять. А зачем прибавлять, если смысла нет, они же все равно не меняются. Зачем им давать еще один шанс, еще один шанс, если все равно смысла нет. Вы не устали? Сильная команда у нас вы сейчас продолжаете писать иконы или у вас просто на это уже времени нет? Продолжаю. Несмотря ни на что, продолжаю. Конечно, когда меньше пишешь, все равно навык теряешь. Как бы ты хорошо ни писал, но все равно. И поэтому я стараюсь не прекращать хоть рывками, хоть что-то, но делать. Но я делаю такие хулиганские поступки в иконописи. За одну ночь пишу икону. Мне художник говорит, батюшка, как вы так умудряетесь? Нам месяц надо, а вам одна ночь. Я говорю, у вас времени куча, а у меня мало. Поэтому пишу. У батюшка возникает желание молиться, но ум сталкивается с тем, что он требует практической реализации. Притом требует пищи доступной ему, чтобы она усваивалась. Иначе он хочет убегать. человек создан так, что он должен получать информацию. Это не грех. Это мы так созданы. Но мы перестали получать духовную информацию. А жажда информации у нас остается. И поэтому мы черпаем информацию из другого источника. Сейчас уже совсем примитивно соцсети, что угодно. Даже информация, которая просто остановись и сам себе задай вопрос, она тебе нужна? Да вроде бы нет. Но жажда поглощать информацию у ума всегда остается, присутствует. Он не получает духовную информацию, будет получать из этого источника. Есть понятие такое, я иногда говорю. Мы понимаем пост тела. Это когда мы сознательно аскетически ограничиваем пищу нашему телу. Есть еще пост ума, когда мы начинаем практиковать урезание доли информации, которую пожирает мозг. Если мы будем постепенно это делать, то наша психосоматика постепенно смирится с отсутствием вот этой пищи и перейдет на другую, на здоровую, на духовную. Но лишь бы ограничивая себя в этой пище, нельзя остаться вакууме. Нужно восполнять это пространство духовной информации. Вы со временем, если через понуждение, через преодоление скуки все-таки понудитесь молиться, к вам со временем начнет поступать понемножку, понемножку духовная информация, которая будет воспитать. Почти каждый день слушаю вас. Очень полюбила вас, матушку Ксению, ваших сестер. И как-то вы стали какие-то очень близкие, близкие. И для меня сегодня находиться здесь, вот рядом с вами, просто чудо моё такое личное. Я в Твергеве Лавре купила вашу книгу, к сожалению, здесь думали, что может будут ваши книги. У меня вопрос такой, во-первых, огромное вам спасибо. слушая ваши беседы, я нашла ответы на очень многие вопросы. И очень почувствовала, что вот даже прибавляется внутренней духовной силы. Пока не хватает меня на молитву Иисусова, хотя я стараюсь много лет навыкать, как вот вы советуете. Вот. И вот вопрос мой такого плана. Может ли в каких-то случаях понуждения навредить. Вот если человек пережил надрыв и вот когда человек немощен, вот как определить вот эти тонкие грани, когда действие лукавого или просто ты понемощен не можешь заставить себя отстать на молитву. Вот какие может быть грани, как определить нужно ли себя или может быть чтобы дальше человек вот как бы вот этот надрыв не увеличил? Конечно есть резервы, за которые не стоит выходить. Вот я часто привожу пример. Зубная боль вложена в нас Богом. Сердечная боль вложена в нас Богом. Вообще боль. Боль вложил в нас Бог. Боль как сигнал. Иначе если бы этого сигнала от Бога не было, бы мы начали грызть камни и лишились бы зубов через неделю. Если бы не было сигнала из сердца через сердечную боль, мы бы работали, 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 пока сердце, не истратив все свои резервы, не разорвалось бы. А так сердце нам сигналит через боль остановись пора отдохнуть. Так же и в духовной жизни есть какие-то резервы. Но вам нужно приобрести свой личный объективный опыт, где это действительно крайняя степень, а где это наша лень, расслабленность, неможественность, это нужно практиковать. У каждого своя точка боли и резервов, и поэтому это ваше спасение, ваши труды, ваша духовная жизнь, поэтому пробуйте, пробуйте, находите свои резервы, вера. Что послужило толчком моего прихода к вере, это легкий пинок от Бога. Я сейчас без иронии говорю, никуда бы я не пришел, или в тюрьму бы пришел, или в пьянство бы пришел, или в блуд пришел, куда угодно бы пришел. Я живу с постоянной благодарностью Богу, я не могу сказать, что я нашел Бога, я могу сказать, что это Бог меня нашел и позвал, даже не позвал, а слегка-слегка вот так потянул за шиворот. Бог позвал меня, и слава Богу, я откликнулся. И у меня, я говорю, такая прям теплая благодарность в сторону Бога, что Он неравнодушно мимо меня не прошел, а позвал. И я пошел. Всего лишь навсего, что я сделал? Просто пошел. Он позвал, а я пошел. Ничего я без Него не могу. И ничего бы я без Него не смог. Кем угодно мог стать. Если вот я даже вот сейчас в своей священнической жизни ежедневно вижу, что я, моя глупость постоянно ходит по краю. Я постоянно могу напортить. Но Господь все время меня с самого краешка раз и оттолкнет, раз и в другую сторону направит. Это ни в коем случае не я. Это Бог. сегодня вон сколько нас собралось. Да это Бог нас собрал. Если бы не Господь сейчас разбрелись бы, как овцы, кто куда. Вот в каждом воде есть какие-то дары, таланты, какие-то возможности, которые заложены в народном конфликт. вот как понять, за какие дары могут принести кейс? Что мы не разбиваем? Как понять, что это главное, а это не цель? Потому что в принципе вариантов может быть много. Приоритет ценности должен быть. Духовное первично, все остальное возможно. Возможно при приоритете первичного. Как апостол говорит, все мне можно, но не все полезно. Все мне можно, но ничто не должно мною обладать. Я не должен быть рабом чего-то. Музыка возможна. Разве музыку создал дьявол? Дьявол на ней всего лишь паразитирует. Искусство возможно? Возможно. Рассуждение возможно. Возможно. Все возможно. Но если у тебя все выстроено христоцентрично, у тебя все будет хорошо и все будет правильно. Тебе все можно. И наоборот, если ты без Бога, ты постоянно будешь чудить. В искусстве можно создать шедевр Андрея Рублева Троицу, а можно написать демона в Рубеля. И то возможно, и то возможно. От чего это зависит? От внутреннего состояния творящего. И все это должно опираться на Бога. И поэтому Бог спросит нас за наши таланты, но не просто, чтобы мы проявлялись в них, а чтобы мы через наши таланты проявлялись на благо в духовном пространстве. Да, есть хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля, вмешательства, но до конца нет, неизлечимо. Но периодически опускаются руки уныние плюнуть, не хочется ничего делать, злость на все это вместе взятое. Как ровно идти, что завязано своим здоровьем, не унывать, не падать пунктом, вы сами надорогаетесь. Вот чем тяжелее ситуация, тем больше нужен Бог. И вот я уже несколько раз за вечер сказал слово вдохновение, оно приходит от Духа Святого. Люди, которые живут духовной жизнью, вдруг они говорят, я начинаю понимать, о чем вы говорили. раньше вот вы мне говорили Дух Святой, но это для меня были какие-то просто красивые слова. Ну, я из вежливости слушал, но, честно говоря, ничего не понимал. А вдруг вот я просто стала жить духовной жизнью. И вдруг для меня вот это, знаете, похоже, как, помните, как Господь исцеляет слепорожденного не одним мановением, а он его сейчас что видишь, вижу людей как деревья, а сейчас лучше, а сейчас уже вот вижу. Вот в духовной жизни чаще всего происходит вот именно так. Постепенно, вот по капельке, по капельке человек практикует духовную жизнь, и для него вот как раз и немножко катаракта сошла, побольше, побольше, а выхода нет. Я говорю, я знаете, я вот вам искренне скажу, я тоже знаю скорбь, очень хорошо знаю, и я все время говорю, но если бы еще Бога не было, ну я бы сломался уже, просто меня бы раздавило, но Бог это для меня надежда, и Бог, тем более, имя которому любовь, это самый лучший Бог, самый светлый. Укрепи вас, Господь, да. Здравствуйте, отец Сергей, я тоже вам очень благодарна, вот тоже слушаю ваши проповеды, огромное вам спасибо за ваш труд, хочу задать вопрос, в Библии написано не раздражается детей ваших, вот, ну у меня тоже есть дети, я работаю в сфере образования, и вот когда начинаешь ну чему-то учить, ну какое-то делать замечание в хорошем смысле, даже свои дети и дети, которые на работе, очень быстро раздражаются, не хотят слушать, вот так поступить, как найти эту грань, где, ну вот, может быть, еще нужно что-то сказать или вообще ничего не говорить, вот, как вы делаете это? Ну это, это, это о чувстве меры, ничего не говорить, это другая крайность, замучить их своими наоблачениями, это тоже, ну, он срыгнет, нужно чувствовать чувство меры, и, знаете, материнское сердце, оно как-то должно это чувствовать, это не через ум, а через сердце, ну, смотрите на него, смотрите ему в глаза, чувство меры должно быть, не надо крайностей. вот смотрите на нас и вдохновляйтесь нашим примером. Мы проделали этот путь, остались живы, ничего нам не повредило, поменьше думайте, это помыслы, помыслы, которые вас смущают. Когда приедете? Да приезжайте побыстрее, сейчас так, у нас в городе свой аэропорт, прям в Орске, два рейса с Москвы каждый день, что там, на самолете, и поезд есть, тоже Москва-Орск, поезд есть, у нас вообще городу хотят присвоить эту приставку Нью, Нью-Орск, он становится популярнее, популярнее, его все смотрит. Что вы советуете, если у вас просят помощи, когда человек унывает? Мне попросили, прям, подари мне на Рождество мне саму себя. Ну, человек причащается, исповедуется, знает, что ему дается слово молитвы читать, ну, как бы, и физически обнимаю, как бы, все, что можно делать, я уже посоветовала, а какие у вас пути, если надо человека поддержать? Знаете, я хочу вам сказать, что это все очень непросто. Бывают такие критические состояния депрессии, когда уже, когда уже нужны медикаменты. И вот легкомысленно к таким состояниям нельзя относиться. Бывают когда легкая ностальгия или легкие формы депрессии, которые могут лечиться просто любовью ближних. Хотя, опять же, сразу здесь остановлюсь, только не сделайте его время в это время паразитом, потому что есть другая крайность. Некоторые люди с депрессиями начинают уходить в паразитизм, весь мир должен их утешать, держать за руку, и должно быть это с утра до вечера, и если это весь мир не делает, все, я на всех обиделась. Опять должна быть мера. Но бывают крайние степени, когда даже к врачу может быть стоило бы обратиться, когда там уже нужно помочь. Вот не ведите себя легкомысленно в таких ситуациях. Вообще, конечно, даже когда к врачам нужно обратиться, не помешает любовь близких. Но опять же говорю, проследите эту грань, не спровоцируйте в них эгоизм, когда все просто им должны. Часами по телефону говорить, по первому звонку примчаться, это тоже патология. Патология эгоизма, которая его же убьет, не вылечит, а убьет. Все должно быть в меру. Да, матушка? Да. Матушка сказала да. Есть еще вопросы? А можно вопрос про православие и деньги? Я так давно ждал этого вопроса. Думаю, ну когда же мы к этому подойдем-то? Наконец-то ты встала. Это самый важный вопрос в православии. Простите, что у меня такие неосихиатские вопросы. Ну вот к тому, что есть американская мечта. Вот человек ставит себе цель достичь чего-то и вот как супермен идет к этой цели. А в русских сказках наоборот. Человек ничего не ждет, просто живет себе там как ну о чем-то не знаю мечтает и тут ему попадается рыбка там все исполняет, то есть чудо какое-то случается. Так вот православный человек, он просто когда стоит перед выбором работать в церкви и получать какой-то просто прожиточный минимум. Потому что в церкви ты не будешь предпринимателем. Ну и когда ты один, то это еще нормально можно жить вполне себе. А когда вот чем больше детей, тем больше ну как потребностей. Ну вот я помню просто себя до детей я могла кому-то помогать. То есть ну был избыток, а теперь наоборот недостаток. Ну может у кого-то сейчас избыток, можете поделиться. Нет, я... Сюда подойдете потом себе. Нет, ну я к тому, что вот даже ну вот я подписана, есть такая страничка в инстаграме называется «Матушки и дети». Да, ну вот когда супруга остается вот священника, которая посвятила всю жизнь служению церкви, там, да, воспитанию, ну многодетной семье детей, и потом она остается без матушки, ну это вдовы, да, то она остается только вот, ну просто вот жить ну милостой ней, да. То есть это вот такой сознательный должен быть твой выбор, если ты приходишь служить в церковь, ну вот особенно, я не знаю, там мужчина, да, который должен быть главой семьи. То есть это просто вот рассчитывать на чудо, на милостыню, или как бы ну как уходить из церкви и становиться предпринимателем. Да, все, я услышал, спасибо. Если не уходить в крайности, вот о чем я говорю, ну или сейчас уйти в чрезвычайную бедность ради Христа, это будет крайность, ну, если ты это не понесешь. Или, например, если не понесут это твои ближние. Все-таки ты же живешь в социуме. Вот есть такое выражение, когда кто-то в семье воцерковляется, вся семья становится мучениками. Это крайность вот обременения своих близких неисполнимыми подвигами. Но есть другая крайность, когда человек не может остановиться в своих желаниях. Как хорошо, я думаю, знаете, если человек живет правильной духовной жизнью, у него в нем присутствует трезвость ума. Вот дар рассуждений. У фанатиков обычно это отсутствует полностью. Трезвость ума это не про фанатиков. А вот если люди живут правильной духовной жизнью, у них ум трезвится и видит вещи очень правильные, вот так, как оно есть. И если человек живет трезвой духовной жизнью, он трезвится, он всегда знает меру. Он не будет уходить в крайности. Возможно, новое платится вам, да ради бога, а два, ну пусть будет два, а я хочу десять. Слушай, остановись. Крайности. Вот есть такая поговорка, может ли человек отчаяться, став миллионером? может, если он вчера был миллиардером. Запросы. Запросы формируют его сознание. если человек всю жизнь просто был хорошим работником на заводе, у него есть автомобиль среднего класса, у него есть квартира, дети сыты, и он может быть счастлив, а кто-то не поехал на элитный курорт, и для него эта трагедия. Я вот на днях приводил пример, для меня было откровением, что в Лондоне, в Англии, но социально очень большой уровень экономически, населения, и оказывается в Лондоне очень большой процент самоубийств среди людей. То есть социальный уровень это не главное, есть что-то другое. Если у человека сбилось чувство сытости, это болезнь, это психиатр скажет, это болезнь, чувство сытости потерял, он будет есть, 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 пока не лопнет, пока не откажет его поджелудочная железа, почки, печень. Так вот, чувство сытости, чувство меры в человеке, это здоровье и физическое, и духовное. Вот в духовном тоже должно быть чувство меры. Не нужно в крайности. Не туда, не туда. как вы потом объясните своим деткам свое православие, если они не будут иметь элементарного, но они вам не простят. Я понимаю, мы своим деткам можем объяснить, что не вся молодежь золотая. И давай будем с тобой учиться жить по достатку, потому что у тебя впереди очень длинная жизнь. Если ты сейчас вот с юности научишься выстраивать экономику свою, тебе будет очень легко. Ты в жизни всего будешь добиваться, потому что ты будешь рассчитывать свою жизнь по достатку, по возможностям. А если ты постоянно будешь хотеть большего, 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 у тебя будут постоянные депрессии, разочарования. Ты не добиваешься расстроился, не добился расстроился, это расстройство накапливается и переходит уже в болезнь. Как тебя зовут? Лариса? Ларисочка, я тебя люблю. У тебя самый интересный вопрос был. Я понимаю, что в первую очередь я должна поблагодарить Бога, что Он дал нам вас. Мой вопрос касается молитв, прошения или своих слов, которые мы посылаем Богу в надежде, ну, можете я скажу грубо, выпросить что-то. Последние годы, не секрет, у нас очень тяжелые годы, и я уверена, что подавляющее число жителей нашей когда-то большой страны молятся об одном и том же, в первую очередь о мире. но почему-то этого не происходит. Я вижу отчаяние, я вижу разочарование, в том числе и по отношению к Богу. В то же время я часто слышу, что просить-то ни о чем не надо, потому что Бог сам знает, Он мудрее нас всех и знает, что нам надо, а что нет. тогда в чем польза молитвы и прошения? Стоит ли вообще просить или, как говорят мудрые, благодарить, каяться? Помогите, пожалуйста. Спасибо. Стоит, хотя бы потому, что Господь в Евангелии сказал просить и дастся вам. другое дело, что вот если ребенок просит не на благо, его маленький детский ум не понимает, что он просит не на благо. И взрослый может ответить отказом на его просьбу, но это не значит, что взрослый равнодушен к нему или черст, не любит его. Он как раз отвечает отказом именно в связи с любовью, с переживанием за него. У ребенка сахарный диабет, он просит конфетку, а взрослый ему отказывает и говорит давай потерпим, тебе нельзя, тебе нельзя, это будет опять реанимация. Понимаете, одна оценка наша, а другая оценка Божия. часто наши маленькие короткие мысли не понимают Бога. И поэтому тут нужен элемент доверия еще в отношениях с Богом. все-таки войне тоже есть смысл. Бог не отстраняется во время войн и не сидит в себе в сторонке наблюдая как все это происходит. Бог внутри каждой войны находится. Война как кризис очень сильно поляризует общество. я вот на днях может быть кто-то смотрел воскресную проповедь я дома еще сказал я ответил некоторые афонские отцы современные греческие которые кстати как бы смягчить я не буду смягчать которые предали нас приняв раскольников они дали интервью и в этом интервью сделали упор на том что главную ценность духовную которую Бог дал человечеству это мир я позволил себе с ними не согласиться мир это не абсолютная ценность у мира есть цена если за мир ты готов отдать душу церковь родину то пусть лучше будет война вот вот где абсолютные ценности душа человеческая я привел там пример что знаете когда придет антихрист с какой идеей он придет многие же знаете он придет с идеей мира в каком смысле он придет самый разгар мировой войны когда мир терпение мира истощится народ будет вот на грани уже надрыва и эта личность придет и скажет я готов принести вам мир но чтобы был мир и не было войны мы должны поступить со своими индивидуальностями которые сталкиваются и враждуют религиозными он скажет посмотрите на протяжении всей мировой истории происходят религиозные войны чтобы и эти войны всегда были самые жестокие чтобы прекратить войны нам нужно поступить со своими религиозными принципами национальные принципы другие индивидуальные а сейчас в нашем современном мире даже нравственными принципами нам нас просят поступиться ради мира со всякого рода извращенцами мы не должны мириться с этим мы за это всегда наши предки умирали когда-то мне одна монахиня сказала такую фразу главная ценность это человеческая жизнь я говорю может быть для вас матушка сейчас это главная ценность а на руси всегда были ценности более ценные чем человеческая жизнь честь совесть вера родина за это отдавали человеческую жизнь за это умирали а сейчас пытаются все перевернуть и когда антихрист придет вот с этими идеями мира большая часть человечества его примет потому что перестанут понимать вот эти тонкие моменты скажут да ради мира давайте одну церковь на весь мир одно государство с этим правителем границы все сейчас разрушим не будет россии белоруссии будет все одной серой массой не будет нравственных ориентиров давайте пусть будет все возможно чтобы никто не ссорился люди станут серым стадом с массой и там я привожу пример что есть такие слова в евангелии когда господь говорит не мир принес я но меч вы помните эти слова есть о каком мече он говорит он говорит о мече который разрубит эту серую массу и поляризует добро и зло антихрист все это смешает и не поймешь где добро где зло все это смешано в одну серую массу а вот этот меч разрубит серую массу и поляризует вот это зло а вот это добро вот это божье а вот это дьявол вот это целомудрие а вот это пошлость и нельзя эти понятия смешивать